Привет, бьюти! Сегодня будет видео для тех, кому не хватило этим летом немножечко моря, ну или просто нужно хорошенечко отдохнуть. Если вы не знали, то ученые Ирабланского института доказали, что для того, чтобы отдохнуть на море, не обязательно выходить из собственной ванны. Ладно, очевидно, что про институт я дуркую, но про то, что из вашей ванны можно сделать пробник моря, это правда. Просто повторяйте за мной. Первым делом давайте сделаем из нашей ванной комнаты более приятное и радостное место. Включим любимую пляжную музыку, повесим какую-нибудь гирлянду, на гору нестиранной одежды можно бросить лампочки, ну и, конечно же, нам нужны красиво разложенные белые полотенца и уютный халат. Также любимые напитки и вкусняшки лишними не будут. В качестве грязевой маски на волосы я беру глиняную маску от жирных волос. Я люблю ее наносить в жаркое время, когда даже моя голова потеет, так волосы выглядят свежими подольше. И на лицо я также наношу глиняные маски, черную для сияния кожи и зеленую на те участки, которые потеют в жаркое время сильнее всего. Но перед этим, конечно же, нужно очистить лицо от макияжа и остатков дня. Чтобы поддержать морскую тему, я взяла умывалку Queen Marine с морской водой из Гольфстрима, а точнее это гель для домакияжа. С помощью одной такой штуки можно смыть хоть весь макияж, даже с глаз. И теперь можно переходить к созданию ванны, точнее нашего соленого моря. И я думаю, вы уже сами догадались, что все, что нам понадобится, это просто соль для ванн. Для максимального эффекта моря можно включить шум прибоя в колонку. Главное не уснуть в ванне, потому что на этом наши морские процедуры не окончены. По истечению срока действия маски нам нужно будет помыть голову, и почему бы не продолжить морскую тему шампунем и бальзамом с морской водой и тонны полезных микроэлементов в составе. Помимо этого я специально взяла шампунь не простой, а с термозащитой, потому что как можно вылезти из моря без пляжных локонов? Ну а нам наши, к сожалению, придется создавать искусственно, так что термозащита не помешает. При том, что в составе есть бурые водоросли, экстракт средиземногорской водоросли и шампунь и бальзам обещают восстановить волосы после термального повреждения, улучшить их внешний вид и увлажненность, я больше полагаюсь на то, что могу почувствовать сама после использования, и могу сказать, что волосы сразу же становятся супер мягкими, как и после какой-нибудь процедуры, что очень приятно. Но давайте не забывайте про кожу лица. После масочек наша кожа нуждается в увлажнении, так что стоит нанести какой-нибудь супер пупер крем для лица и для кожи вокруг глаз. И теперь осталось только сделать наши бляжные локоны. Для этого нам понадобится спрей для волос с солью. Такое можно сделать даже самостоятельно дома. Щедро распыляем на волосы и начинаем создавать локоны. У меня есть такая хитрая техника, состоящая из манипуляций вроде подсушить волосы феном, помять руками и помять руками с феном, закрутить рандомные пучки, нагреть их феном и так далее и тому подобное. И каким-то образом из всего этого хаоса получаются пляжные локоны. Если же у вас есть больше времени, чем полчаса, то можете оставить их на ночь, и утром у вас получатся просто восхитительные локоны. Но если вы даже куда-то сейчас спешите, то все равно такая техника сгодится. Кстати, для продолжения образа вы можете посмотреть видео, которое я уже снимала, про создание летнего хрустящего загорелого макияжа. Я оставлю вам подсказку здесь, в верхнем правом углу, как обычно. Ну а на сегодня наш образ закончен. Это правда все. Так что я надеюсь вам понравилось такое видео, и вы поставите лайк. Мне будет очень приятно. Также не забудьте подписаться для того, чтобы не пропустить ничего. Ну а пока... Пока! Субтитры сделал DimaTorzok